здрасте мы неожиданно пропали и также неожиданно вернулись это я андрей это он максим это наш бульдозер он за пизду дискавери 2 пизельный на 33 м тэшки компании максис который нам предоставил 4 на 4 спорт спасибо ребятам из 4 на 4 спорт магазин такой если кто не знает а вот а также у нас стоит замечательная лебедка и если вы хотите увеличить моральную проходимость своего внедорожника то обязательно нужно установить лебедку если кому интересно по поводу установки то пишите комменты либо там будут либо в инстаграм либо на youtube вот я все расскажу где можно установить почем и как ей пользоваться так что имейте это ввиду так максончик ты скучал по упройду и нашим с тобой безбашенным путешествуем вдвоем одной большинстве на одной машине да сегодня мы на прокладке маршрута кстати на этом маршруте уже были вот здесь будет ссылочка на тот видос вот прокладка маршрута для лайта а думаю через недельку соберем компанию внедорожников на мтшки а ташки и поедем сюда же а сегодня цель у нас разведка поэтому мы на одной машине но тут конечно заезд ой и ну тут мог все и сюда можно и туда можно сюда можно в лягушке плавают случился небольшой ой и включился режим фокина я не засял как макс тут немножко уже поборолся уже испачкал машину и как оказалось маршрут не для стока но то есть для подготовлен застанут не совсем настолько тут хотя бы 32 33 нтшки а ташки что-нибудь такое потому что там довольно-таки глубоко и полей ну вот колейность довольно большая а вот о следы лося ничё себе так мы сделали все подготовки это размотали ребятку сняли номер паспица и на его отламываю ты макс ей пойти ну да ну коров по мою ну вот там не очень глубоко и все довольно твердо не очень глубоко и все твердо так теперь мне осталось пройти чтобы не утонуть ну тут все просто жигури проедет тут все возможности так можно ехать в некую и выбраться и приехать а вот здесь кстати был ой когда мы просто раскатались он туда на слева на объездку был сложен здесь было здорово про лучше а сейчас ее нету как меняется ландшафт так вот максим тут провели некую разведку и вот это оказалось новая узкая тропа квадроциклетная а ехали мы раньше вот по этой колее и выскакивали вот здесь либо чуть правее либо левее по-моему левее а фокин тогда прыгал туда сейчас макс хочет поехать вот здесь через середину аккуратно но но судя сколько он хочет вот этого мягенького тут давно никого не было да макс а в колея глубокая да макс а в колея глубокая на мото садишься да? на мото садишься да? мостом а? жопой? жопой? да а ты блокировку включил? да все? да а ну украшешь потому что там никто не ездил да 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 интересно приключение в одну машину наруй он скучненько перед себя перед колесом да 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 очень-очень интересная луга так уже чтоб перепрыгнуть ой вот тут упирается да это трактор Да, тут только ходами. Красавчик. Диагонали тут, конечно, хорошие. Вот это тоже место довольно-таки знаменательное. Здесь Макс тогда ехал на черте первым номером, а Фокин замыкал всю колонну. Приехал ра-та-та-та-та, плеснул воды в воздушный фильтр и, короче, фильтр сосался в двигатель. Но ссылочка вот на это, на видео вот он здесь будет. Вот так, а Макс уже подъехал и готов нырять. Следующая лужа, она прям такая, с камышами, значит, хорошее болото. Приняли решение ехать к середине, потому что здесь что-то вообще нереальная глубина. Пока здесь все норм. Надо Макс куда-то стаскивать. В сторону непонятно куда. А, нет. Вроде даже, да, больше боялись. А так все довольно-таки не глубоко. Ну там что-то прям начало было вот у этого. Там прям к центру земли такое чувство. Яма. Так, у нас тут какой-то очень большой перегон случился. То что прям вообще ничего интересного нет. Вот я вижу лужу. Которую мы не поедем, да? А я не знаю, будем ее объезжать? Да, давай объедем чуть-чуть. Ну хотя, интересно проверить. Сейчас. Блин, вот это тут интересно проверить? Что-то у меня... Ну я пойду проверю, где-то палочкой пощупаю. А, ты пощупай. Что-то наша уверенность опять начала, как бы не сыграла злую шутку. Самоуверенность. Без проверки лужи ехать в лужу. Где-то я уже видел. Ну заодно колеса помыл. Такая обычная лужа. Тут спуск, подъем под лапкой и, как всегда, как положено, лужа. Такая она. Относительно глубокая. По фары. Нормально так, ну там есть объездочки и там, и там. Да мы испытали самое глубокое место. С Макс езжай ближе к лесу. Ага, вот дорога ближе к лесу, а вот Макс. Для стока маршрут. Так. Очередуя. Тут какой-то распутье дорог. Много колей. Диагоналы. Много колей. Довольно-таки жестко и есть. Но интересно. А дальше и все интереснее. Очередное препятствие на нашем маршруте. Такая довольно-таки затяжная лужа. Потыкали палочкой. Вроде как не очень глубоко. Там про введочки. Просится в салон. Ну да, по бамперу. Даже не по парам. Мы сегодня и глубже ныряли. Такая пьянка есть. Но в принципе все очень даже проезжабельно и интересно. Красивый вид. Только что промчались по полю. Такой перегончик у нас был. И переезжаем в лес. Кстати, там вот есть кто-то туда в объездочек побежал. Ну, не вижу смысла тут. И тут объехать можно, и там объехать. Макс, выбираю. Клевю. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 То есть теперь Рыгачевская восьмерка не совсем восьмерка. Там часть уха откусили от нее. Будем думать. Но маршрут нам понравился. Довольно-таки простой. То есть в принципе те, кто хотят проехать с нами по нему, welcome, это скорее всего будет через неделю. В эту субботу мы едем в Калужский тракт, а вот в следующие выходные в субботу едем как раз на него. Так, что хотел сказать. Я надеюсь, Макс смонтирует видосик и выйдет он уже на этой неделе. Я надеюсь, сегодня у нас что? Сегодня у нас четверг. Надеюсь, в субботу мы его выложим. Вот. Чтобы было понимание, куда мы пойдем через неделю в субботу. И сделаем такой анонсик. То, что все, кто хочет с нами поехать, где-то примерно полный привод, понижайка. Блокировки желательно. Резина ТМТ от 31, я думаю. Вот. Ну и кому не жалко бампера пластиковые. Потому что в некоторых моментах могут быть ой. Так что я предупредил. А дальше на свой страх и риск. Увидимся на просторах оффроуда. Полей, ручьей, болот. Ручьей. Ручьев. Ручьей. Мой русский речь меня покинул. Так, ладно. Всем спасибо. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова